Ну что, ребят, сегодня очень важное занятие. Сегодня я бы вам хотела рассказать о сахаре и жире. Из чего состоит вся выпечка, все пирожные, вся кондитерка, которые вы употребляете, которые вы выбираете для своего питания. Посмотрите на ингредиенты любой выпечки. Это простой углевод, сахар, это большое количество масла, масло, спред, маргарин и так далее. И это мука. Мука тоже простой углевод. Любая мука, даже мука супер-пупер розового единорога лунного, это простой углевод. Любая мука, которая куплена в супер-пп-магазине, правильного супер-здорового питания, это простой углевод. И вот смотрите, что вы выбираете для вашего питания. Вы выбираете сахар и жир, да? Что такое ваш эклер, который вы заказываете в кафешечке? Вот у меня эклер. Я, кстати, вчера, опа, вот он, я даже поближе вам его покажу. Я, кстати, вчера покупала эклер, мне даже было немножко неловко его покупать, потому что я его покупаю первый раз, наверное, за несколько лет. Вот, для меня было вообще странно в магазине сказать, что дайте мне, пожалуйста, эклер. В общем, я преодолела, преодолела эту трудность и все-таки купила этот шоколадный эклерчик. Ммм, какой шоколадный эклерчик, вкусняшечка. Вот, вот посмотрите на ваш эклерчик. И это мы видим этот эклерчик, так, он такой классный, шоколадный. Смотрите, там, наверное, еще что-то вкусненькое внутри, да, какой-то кремчик такой. А наш организм, он видит этот эклер по-другому, потому что любое, любой продукт поступает в наш организм и расщепляется на нутриенты, на белки, жиры и углеводы. То есть, это мы видим эклер, эклера. Это он сделан специально для того, чтобы наши глаза его классно видели, какой он пусечка, какой он красивый. Но в действительности, когда он попадает в наш организм, он расщепляется на белки, жиры и углеводы. И что же мы видим? Мы видим эклер, а наш организм видит белки, жиры и углеводы. Тот белок, вот этот 2-3 яйца на 10 килограмм теста, которые добавляются при приготовлении этого эклера, это такая ничтожно малая часть по сравнению с огромным количеством сахара, по сравнению с огромным количеством муки, простого углевода, по сравнению с большим количеством масла, что, в принципе, можно забыть о том, что там есть какой-то там белок, да, эклер. Это источник добавленного сахара и насыщенных жиров. И вот смотрите, вот ваш эклер. Вот так вот видите его вы. А наш организм видит эклер совершенно по-другому. Вот так вот. Вот, это кусок масла. Вот, вот. Смотрите. Опа! Это у меня кубики сахара. И вот это вот ваш эклер. С точки зрения организма. Ой, какой вкусный! Вот хочется вам сейчас есть, представьте, какое вкусное масло, как оно растекается у вас во рту, тает у вас во рту. Вкусно, приятно. И как сахар хрустит у вас на зубах. Когда вы покупаете какой-то многокомпонентный продукт, посмотрите на состав и подумайте, а если бы вот эти компоненты были отдельно, вы бы съели их, да? Задайте себе такой вопрос. И в большинстве случаев вы действительно искренне подумаете, что нет, вы бы их не съели. А представьте, если здесь различные какие-то добавки, а представьте, что с ними будет, когда вы их употребляете, в большом количестве каждый день, да, всегда есть какой-то накопительный, кумулятивный эффект. Вы приучаете свой организм к употреблению определенных веществ. И вот смотрите, да ладно, об эклере, да, куда это я о добавках, об эклере. Вот посмотрите, вот это эклер. А я же в кафе-то пришла не ради только одного эклера, но неужели я буду только эклер есть? Мне же надо запить что-то, я же сейчас латте еще возьму. Что такое латте? Это кофе, да, там молоко. И что такое? Сахарный сироп какой-то сладкий, сиропчик, чтобы вкусненькая эта латешечка была. Ну что, добавим сиропчика. Оп, вот сюда давайте уж. Ой, у меня уже тут падает. Вот так вот. Раз, раз, раз. Ну, три кусочка, три кубика сахара нормально, да, там такая большая вот. 250 миллилитров, я думаю. Ну, можно, наверное, еще один. Сколько там кладут? Вот так вот. И количество сахара, видите, какое уже огромное, да? А если я еще что-то захочу? Я с подружкой сижу уже два часа, мне уже как бы кушать хочется, а в кафе-то больше ничего нету. Или если у меня нет навыка формирования своего здорового рациона, я и не посмотрю в сторону бутербродов, которые там есть. Нет. А не взять ли мне еще вон ту вот красивую пироженку? Это еще сахар. Давайте два положим, а то мне сейчас посыпется уже все. Сахар, и я бы туда-сюда положила еще кусочек масла, но у меня на тарелочку он не в месяц уже. Ну вот, примерно вот так, да, выглядит ваш стандартный визит в кафе, ребят. Хотя он мог бы выглядеть совершенно по-другому. Там бы могли быть полезные белки животного или растительного происхождения, сложные углеводы и полезные жиры, полиненасыщенные жирные кислоты, и, конечно же, фрукты или овощи, да, клетчатка. Но сахар же не сыпется сам вам в рот, и жир тоже сам не заталкивается к вам в рот, да, вы сами это все выбираете. Вот посмотрите, ваш красивый эклер, ваше красивое пирожное. Вот оно, вот так вот видят наши глаза это пирожное, а вот так вот видит его наш организм. Вот такой вот сахар и жир поступают в наш организм от вот такого пирожного. И когда вы выбираете себе что-то сладкое, что-то сладкое и жирное, которое как раз выделяет у нас гормоны, гормон дофаминга, гормон удовольствия, которые возникают в процессе еды, вот, обязательно себя спросите, а какую пользу при моем сегодняшнем образе жизни, при моей физической активности даст мне вот этот продукт, особенно если он многосоставной, и там больше двух ингредиентов, что полезного я от него возьму? Ведь из этого продукта, да, будет строиться ваша внешность, ваше тело. Человек состоит по большей части на 80% из белка. Приоритетный источник для человека в питании – это белок. Ну, конечно же, сложные углеводы, жиры, но белок должен быть обязательно. А вот этот продукт, он разве дает белок? Нет. Насыщение он не дает, потому что там нет тех факторов, тех нутриентов, которые обуславливают насыщение. А это что такое? Это сложные углеводы, это клетчатка, да, это растительный белок, допустим, который всегда продлевает насыщение. Это здесь у нас простые сахара, которые быстро расщепляются в нашей ротовой полости. Да, мы чувствуем сразу сладость, так как молекула сахара быстро расщепляется в ротовой полости и быстро отдают глюкозу в кровь. И это сложные, большие молекулы насыщенных жиров, которые, знаете, ребят, они дают больше не насыщение, они дают вот такую вот тяжесть в животе, такое достаточно ощущение неприятное. И я здесь выступаю как, так сказать, информатор. Да, я ни к чему вас не обязываю и не принуждаю ни к чему. Я просто показываю тот факт, который есть на самом деле. И вот спросите у вашего организма, хочет он есть сахар и жир после этого фильма или нет. В общем, желаю вам удачно ходить в заведение общественного питания, выбирать там все самые полезные продукты для вашего организма и, конечно же, всегда себя спрашивать, а чем этот продукт сейчас полезен для моего рациона, для моего организма, при моем текущем образе жизни, при моей текущей физической активности. Обязательно учитывайте свою текущую физическую активность. Здесь многие люди питаются без учета того, что они практически не физически активны, то есть гиподинамичны. Именно поэтому получается, к сожалению, профицит калорий. Пока-пока, ребята. Смотрите мои другие видео. Обязательно с вами еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин